От пяти до восьми лет тюрьмы грозит арестованным в Бостоне троим знакомым Джохара Царнаева, подозреваемого в организации взрывов 15 апреля. По данным ФБР, два гражданина Казахстана и один американец пытались уничтожить улики из комнаты Джохара. Задержанных не считают причастными к подготовке терактов, и тем не менее вопросов к ним немало. Подробности расследования в материале Вадима Милицина. Студенты из Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков не похожи на пособников в той же степени, которые не были похожи на террористов братья Царнаевы. Двое граждан Казахстана обвиняются в попытке спрятать ноутбук Джохара, а также его рюкзак с ракетами для фейерверка. Выброшенные на свалку улики были найдены позже агентами ФБР. Студентам может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф в четверть миллиона долларов. Еще один знакомый братьев, тоже студент Массачусетского университета, гражданин США Робел Филиппас, обвиняется в даче ложных показаний следователя. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Всех троих подозреваемых было решено оставить под стражей. Суть считает, что они могут попытаться скрыться. Отец Диаса Кадырбаева заявляет, что его сына не было никаких особых тесных отношений с исламом. Он даже в мечеть ходил только тогда, когда заставляли родители. У нас вообще шок был. Все люди знают моего сына, никогда ни с кем не дрался абсолютно. Никакими радикалами вообще он не связывался. Мечеть вообще не ходит. Ну, естественно, если мы пойдем или еще какие-то обстоятельства только тогда с нами. А он в Америке вообще никогда не был. Ни в одной мечети. Прежде чем отправиться в США, Кадырбаев учился в двух элитных школах физико-математического уклона в Казахстане. Причем из одной из них его отчислили за плохие отметки. Замдиректор этого учебного заведения характеризует его как спокойного, но слабого ученика. Вот у нас, например, могут отчислить из-за поведения, за грубейшие нарушения устава. Но в этих нарушениях он не числился. Я могу сказать только, что он успевал слабо и ничем себя не проявлял. То есть не значился где-то в Олимпийском резерве. Азамат Тажаяков до поступления в университет Массачусетса тоже учился в казахстанской школе для обеспеченных детей. Но в другой, где общаться с журналистами, сейчас категорически отказываются. Очевидно, не хотят портить репутацию учебного заведения. Соотечественники, подозреваемых в пособничестве бостонским террористам, в большинстве своем оправдывают их действия. Непосредственно ко взрывам студенты не причастны. В этом в Казахстане никто не сомневается. А друзьям помогать не грех, а святая обязанность. Это не значит, что они были тоже причастны к этому. Может, они и не знали тоже, что они террористы. Друзья и друзья бывают разные друзья. Ты даже не знаешь, чем они занимаются до этого. Знаете, я думаю, они не виновны. Я думаю, непричастны в любом случае. Просто оказались не в то время, не в том месте, не с теми людьми, я думаю. А так, в целом, все нормально. Наши не виноваты. Наши не виноваты. В правоте прямолинейной логики некогда общей советской улицы сложно усомниться. Тем не менее, официальная Астана объявила о готовности тесно сотрудничать с американскими следственными органами. Казахстанские дипломаты уже оказывают попавшим в бостонский и переплёс студентам юридическую помощь. Вадим Милицин, телекомпания «Артивей».